от чего нам современного ребенка надо защищать знаете вот есть такой я сейчас скажу парадоксальная вещь она мне кажется нам надо их защищать от самих себя на детей почему значит потому что у нас тут как раз не хватает опыта и навыка родительства я в свое время написал книжку который там назывался триумф гадкого утенка сейчас она называется исправь свое детство где я рассказываю про те все психологические проблемы и комплексы которые мы прививаем нашим детям в процессе их воспитания то есть вот у нас есть дети мы их воспитываем и формируем у них кучу всяких разных голове заморочек и родители которые сейчас так эти заморочки формируют своих детей они на самом деле сами являются жертвами своих предыдущих родителей и мы к сожалению вот несем эту можно назвать карму передаем мы сами получаем какие-то от наших родителей таких где-то комплексы где-то переживание где-то ощущение что нас недолюбили где-то что нас недопоняли где-то что у нас не до недоценили не да я не знаю не разглядели не поняли не поддержали где-то сформировали у нас чувство тревоги неуверенности в себе где-то с сомнение в отношении собственные ценности и так далее в общем короче говоря наши родители нам отсыпали вот поэтому значит есть множество рисков отсыпать собственно говоря собственным детям к мы отсыпаем собственным детям наши дети сопротивляются и делают нашу жизнь травматичные на что мы приходим в еще более драматическое настроение и соответственно дальше опять детям и закручиваются эти петли обратной связи негативных каких-то переживаний состояний там и так далее которые крутятся между родителями и детьми вот первое что нужно понять что защищать детей нужно от нашей собственной вот такой психологической неграмотности потому что воспитание ребенка это сложнейшее занятие она может быть радостным она может быть там печальным она может быть тяжелым она может быть легким в зависимости от ребенка от ситуация дополнительных факторов которые воздействуют на ребенка и на вас вот но самое точное определение это сложность почему значит сложно ребенка воспитывать по такой простой причине что он постоянно разный вот смотрите вот вы его зачали у вас там сперматозоид с яйцеклеткой сказали привет привет зачалась это уже ваш ребенок в будущем будет вы можете с ним может привести к дискуссию там обсудить что-нибудь там договориться о жизненных планах или о том как он будет вести себя с бабушкой и дедушкой или как он будет учиться но вряд ли вы с этой зиготой понимаете способны ввести такие дискуссии потом она чуть-чуть там превращается в червячка из червячка значит паучка из паучка значит а в крокодильчик из крокодильчик там еще что ты вот это растет там чудо-юдо рыбыкид вот и появляется детеныш на выходе он не видит не слышит двигается как парализованный и и вот это вот может быть час с ним можно все обсудить ну вряд ли да это уже совсем другое существо у которого сейчас перед которым стоит сейчас множество задач включить по возможности нейроны которые нужно включить в этот момент чтобы начать осваивать мир в той тех плоскостях и объемах которые для ребенка важны это вот родители ребенок до того бестолковый в этом моменте что когда он видит перед собой собственную ногу он воспринимает ее как чужеродный объект потому что чтобы начать понимать что это его собственная нога он должен эту ногу сцапать почувствовать у него клетки активизируются на руках и одновременно на ноге потому что ее сцапали и поскольку вы ее сами западите эту ногу то там тоже это все не вполне понятно их нужно начать усвоить мозгу что вот моя рука и моя нога это одно это вот кто-то мой руку может лавы ловить свою собственно движется они же тоже должны с друг другом договориться вот рука рука моет это очень стрелом уже возрасте тут дети не алё абсолютно бестолковое создание с которыми мамы начинают зачастую выяснять отношения потому что они не хотят спать не кричат почему-то они еще что-то с ним происходит я помню по помню первый год этот полный так сказать драматайзинга и вот этого непонимание как ребенок так как про так любят и столько сюда и такой недовольный может быть а он действительно недовольный потому что он вообще решает другие задачи в этот момент у него куча своих собственных проблем у него столько проблем что ваши подгузники стиляризаторы и я не знаю что еще это вообще просто ерунда по сравнению с тем что у него происходит он слепой глухой немой понимаете пытается в мире как-то начать себя ощущать вот поэтому это такая это вот если на марс нас выкинуть вот мы примерно так себя будем чувствовать потому что мы совершенно не приспособлены к этой реальности на марсе вот только маска туда хочет на марсе вот ни один нормальный человек на марсе ходить потому что он будет себя чувствовать младенцем а вот пережить еще раз этот опыт это я никому не рекомендую потом она конечно начнет ходить потом начнет там что-то изрекать какие-то речи нам будет казаться что это тоже уже значит какой-то интеллектуальный объект а он на самом деле не алене гараж вот вы пока посмотрите нашим этом курсе счастливые родители детенышей мы их там в зависимости от возраста они кое-где проходки это тесты и демонстрируют насколько то что нам кажется ясным понятным там и так далее нам кажется что ребенок этого не может не понимать а выясняется он не только не может не понимать он вообще не алене не то что не может он даже вообще в принципе с другой галактики смотрит на это с марса на луну словно на марс на землю в общем как бы там ни было главная наша задача это быть своевременными в воспитании ребенка на каждом этапе его взросления потому что ребенок год 3 зигота год 3 7 10 12 14 18 на 16 18 20 25 ха ха я не оговорился это тот период когда у нас все-таки мы как-то входим во взрослость вот это совсем разные люди и у них разные возможности главные разные задачи перед ними стоят и вот сложности родительского труда это то что это вот у нас к это нам кажется что ребенок ходит там первый класс он пошел второй класс он пошел в третий класс первый групп детский сад ясли вот а на самом деле это мы с вами он пошел в школу значит у нас с вами началась новая эра у нас но они идут-то в школу шесть-семь лет потому что там как раз соответствующий возрастной кризис потому что появляются у ребенка новые возможности к познанию к пониманию там и так далее до этого их рано туда отдавать и вот тут вы его отдали и тут собственно говоря у вас начинается новая история поэтому поэтому самое вот проблемное для нас с вами это быть своевременными в воспитании ребенка и понимать как он развивается значит и так вот я вам рассказываю день защиты детей вот самое главное это у нас что это детей защитить от нашей собственной неграмотности с точки зрения развития их психики и нашей адекватности их психическому состоянию их уровню психического развития на каждый из этих вас если мы будем не своевременные то мы наломаем дров и эти дрова потом к нам вернутся со словами вообще-то можно было быть матерью получше а вот а отец из тебя вот и вот в общем хотелось бы так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прошлый год вот поэтому и это вот это наше незнание это то что губит наши родительские отношения детско родительские отношения это то что делает нашу собственную жизнь несчастный потому что мы зачастую ждем от детей того на что они еще не способны и не понимаем их достижений потому что дети могут делать невероятные успехи в рамках своего развития но если вы не знаете на что смотреть вы будете уверены что это само собой вот ребенок так себе вот выясняется что он у вас вообще пяти пять семи пядей во лбу вот только нужно уметь правильно смотреть где эти его достоинства собственно говоря проявляются на данный момент очень короче говоря давайте защищать их от своего незнания детской психологии и правил которые необходимо соблюдать для того чтобы создать для ребенка такую среду из нас самих а в которой он способен формировать у себя навыки концентрации внимания упорядочивание собственных действий координации собственных как бы потребностей эмоции которые с ними связаны и своих этих вот интеллектуальных возможностей то есть вот первое что нужно защитить это их от нашей собственной безграмотности вот неприятно звучит наверное обижаю вы не обижайтесь вот всем все там были главное понимаете там не не засидеться чтобы не упустить драгоценное время воспитания детей